доброе утро страна вы находитесь на канале караоке титчер со мной меня зовут оксана сегодня решила записать первый урок как подбирать на слух почему потому что я простудилась и в ближайшее время не хочу нагружать связки и петь но потом я конечно продолжу вокальные уроки в смысле разбор до песен где я должна петь сегодня я буду петь по минимуму потому что буду объяснять как подбирать на слух то есть будем задействовать в основном немного голоса и много инструмента ну и конечно мозги значит что мы должны с вами в первую очередь уяснить подбор на слух подразумевает собственно использование вашего музыкального слуха у нас есть два вида слуха относительный и абсолютный что касается абсолютников то людям от природы дано многое у них в мозгах на подкорке уже заложены идеальное звучание звуков то есть им подбор на слух вообще не нужен они вот слышат любую ноту например и они знают что это что это за нота на клавиатуре они не гадают они не проверяют себя на инструменте они точно знают что это за нота поэтому с одной стороны это круто люди просто классно с этим обращаются да с другой стороны я им не но сочувствую скажем так почему потому что если они приходят например на какой-то концерт филармонию либо куда-либо еще не важно вот а там инструмент например рояль настроен чуть чуть ниже идеального стандарта в их голове и плюс стронники где-то не дотянули или духовые где-то нет не дотянули то есть строя идеального нет инструментов представляете что творится в голове у абсолютника то есть перекосец с его идеал с его идеальным стандартном голове и с тем что он слышит да поэтому наслаждаться к сожалению таким людям музыка если там что-то неправильно да звучит вот им очень тяжело потому что ну это уже издевательство начинается вот а например как я с относительным звуком с относительным слухом простите вот то есть даже если кто-то фальшивит я слышу что фальшивит но для меня это не так критично как для абсолютника поэтому я спокойно сижу и наслаждаюсь хотя ноты как они прямо точь-в-точь идеально я не угадываю но как видите подбираю на слух я все равно и потому что научилась пользоваться своими данными своим относительным слухом значит что значит относительный слух относительно чего-то мы угадываем значит вот представьте что у вас есть обертон вы знаете что такой обертон да вы по нему ударяйте дзынь идет нота ля обертона вот этот твой не обертон а камертон господи что то я сегодня не проснулась еще камертон да он всегда дает ноту ля как стандарт да допустим вы хотите спеть а инструмента под рукой нет но у вас есть камертон вы по нему ударили он вам выдал ноту ля например не знаю ля да а вам например надо взять но туда повыше поэтому ля си до ля си до но неважно там до 10 либо до просто чисто или например но толь ми ля соль фа ми и вот ми вы находите вот это называется относительный слух когда у вас есть какой-то определенный стандарт данный вам и вы от него уже смотрите ноту повыше либо пониже и насколько повыше или насколько пониже то есть может но то вот так быть повыше может быть вот так еще выше до или совсем высоко и также в обратную сторону вниз значит вот это не заложено у нас к сожалению в голове и поэтому я вам советую угадывать на слух интервалы и например трезвучие те люди которые прошли музыкальную школу курс сальфеджио элементарной теории музыки они знают что это такое у нас вся терминология на итальянском а интервалы это расстояние между двумя нотами между двумя звуками и вот в зависимости от широты этого расстояния есть определенное название в итальянском языке прямо секунда близко терция пошире кварт еще шире квинта секста септима и октаву и в обратную сторону также вот то есть попробуйте почитать хотя бы тогда в интернете что это такое как бы поиграть себе на инструменте послушать как они звучат почему это чрезвычайно важно в нашем случае потому что когда мы сейчас начнем разбирать песню вы поймете что мелодия это последовательность различных интервалов и когда вы будете анализировать мелодию вместе со мной вы поймете что у вас постоянно будут интервалы то вверх то вниз то вверх вверх в различных вообще комбинациях и вот если вы их уже научитесь угадывать на инструменте то в песне вам будет гораздо легче вот их услышать тоже значит вот это самое первое если у вас совсем проблемы со слухом вам к сожалению будет очень тяжело поэтому лучше пока предварительно по получится вот интонационно попадать в ноты чистенько да так что касается голоса вам не нужно быть прям конкретно вокалистом вы знаете многие пианисты они не поют но слух то у них допустим хороший да они могут спеть две ноты достаточно чисто но без дыхания без опоры без поставленного голоса потому что они им это не нужно им нужно чисто подбор на слух подбор на слух это главное чисто спеть неважно как вы поете милка этим учите вот так поете да не важно какой поете главное чтобы это было чисто подбор на слух сам говорит за себя на слух что мы первое будем делать мы будем петь это сначала поэтому первая ступень когда мы подбираем на слух это надо тысячу раз но грубо говоря да прослушать ту песню которую вы хотите подобрать на слух но не слушайте пожалуйста от начала до конца нет в этом смысла абсолютно вам нужно песню разделить на фразы то есть прослушали фразу стоп прослушали еще раз 3 пока не выучили пробуйте спить вместе с оригиналом то есть с исполнителем до чтобы был абсолютный синхрон и абсолютный унисон унисон то есть как один то есть сочетались сочетание с исполнителем должно быть просто идеально потом вы начинаете уже анализировать ту фразу которую вы выучили значит сейчас мы к этому перейдем до этого буквально еще пару слов хочу сказать что сегодня я выбрала песню наташи королевой маленькая страна по нескольким причинам первое то что она простая там нет скачков все достаточно плавной мелодии идет поэтому будет легче это понять во вторых а я не хотела брать например в лесу родилась елочка потому что в лесу родилась елочка точно есть ноты в интернете а вы их найдете и сыграете мне это не нужно мне нужно чтобы вы сами головой думали до пытались анализировать если конечно вы хотите научиться подбирать на слух вот наташи королевой по моему вот как раз нет ноты в интернете я не знаю я не искала но вот просто предположила поэтому попробуем разобрать в третьих что я хотела а вот еще что хотела сказать что это будет курс ну как бы мастер-классов что ли не знаем видео уроков до с домашним заданием я говорил об этом предыдущем видео что значит с домашним заданием вот сегодня мы разбираем наташу королеву и допустим на следующий урок мы определяем какую-то определенную песню берем какой-то определенной песни которую мы будем следующую разбирать я сегодня видео уроке объясню как это сделать и даже помогу вам со схемой но с нотами вы должны будете разобраться сами дома уже сами подумать по этой схеме которую я вам покажу во втором видео уроке я начну с того что не с объяснения следующей песни а вот как раз с разбора той песни которая была у вас домашним заданием чтобы вы попробовали сначала сами это сделать своими мозгами а потом уже проверить вместе со мной как это звучит как это что да вот и дальше снова будут следующие песни домашние задания следующие песни домашние задания то есть надеюсь вот таким вот практическим путем вы научитесь более-менее хотя бы слышать вот эти интервалы слышать куда идут звуки вверх или вниз и так далее потому что слух он либо дано от природы уже то есть это замечательно либо если у вас проблемы со слухом вам нужно просто тысячу пять тысяч раз миллионы раз его тренировать то есть это не значит что у вас прямо совсем все безнадежно нет просто вам будет нужно в десять раз больше поработать чем человеку которого нет слуха но если есть большое дикое желание научиться подбирать на слух то есть не зависеть от интернета от нот не зависеть от нот да вот одна 5 от напечатанных я имею ввиду играть самим но поверьте это классное умение которое ну вот что хотели в общем то и сыграли значит самое первое что мы с сделаем мы должны подготовить вот такие вот листочки почему листочки потому что сейчас мы будем делать с вами чисто типа диаграммы то есть сейчас объясню какие знаки как чего почему не подойдет нотная тетрадь нотная тетрадь имеет нотный стан но он рвется он не может продолжаться вечно горизонтально а нам нужно именно вот горизонтальную плоскость вот поэтому я вам советую вот просто разделить листок формата 4 как я сделала на полоски и мы будем писать вот так вот идет 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 будет продолжаться там и снова продолжаться там то есть потом вот эти вот все схемы вы будете использовать сидя за инструментом и подбирая мелодию поэтому пишите пожалуйста не очень мелко но и не очень крупная чтобы у вас принципе уложилась в эти листочки теперь поехали перейдем на стол и начнем разбираться